Добрый день, уважаемые коллеги! Я благодарю за то, что меня пригласили, потому что тема психологической диагностики при лимфопролиферативных заболеваниях она такая непростая и имеется такой серьезный скепсис со стороны клиницистов и со стороны патологоанатомов в плане возможностей и целесообразности проведения цитологических исследований при злокачественных лимфомах. Если обратиться к клиническим рекомендациям по диагностике и лечению злокачественных лимфом последних лет, 20-22 годов, мы можем, так сказать, получить такую информацию. Диагностика злокачественных лимфом осуществляется на основании морфологического и иммуногистохимического исследования биопсимы или операционного материала. При первичном обследовании во всех случаях должен быть использован гистологический и иммуногистохимический метод исследования. Что касается цитологической диагностики, то исследования пунктатов или мазков отпечатков цитологическим методом являются дополнительным методом исследований и они не могут быть достаточным основанием для диагноза лимфомы и ее морфологической верификации. Пунктировать лимфатические узлы для получения клеточного материала не следует. Это я вот прямо выписала, то, что мы можем прочитать в этих рекомендациях. Что имеет, в общем-то, большое значение, поскольку мы все пользуемся этими клиническими рекомендациями. Далее следуют вот такие еще соображения, что в исключительных случаях, когда имеется определенная локализация опухоли в труднодоступных зонах, анатомических, сложных для получения биопсийного материала, или при тяжелом состоянии пациента допускается выполнение пункционной биопсии с помощью пистолетной корбиопсии. И еще есть такие комментарии. Тонкоигольная аспирационная биопсия, эти исследования могут быть диагностически значимы, но не всегда. То есть вот такая вот трактовка, касающаяся исследований цитологическим методом, она вызывает серьезный скепсис, и она привела к тому, что такая наступила стагнация в этой области, в цитологическом направлении исследований в диагностике лимфом, обращаемость за последние годы с целью исследования лимфатического материала при подозрении на лимфому у нас существенно сократился. Но тем не менее, все-таки эти исследования проводятся, и я расскажу вам о нашей практической работе, как мы работаем и что мы можем, так сказать, сказать на современном этапе в нашей работе, исследуя патологический материал. Нужно сказать, что при злокачественных лимфомах, при цитологическом исследовании мы смотрим материал функционный или отпечатки из самих лимфатических узлов. Кроме того, исследованию в некоторых случаях подлежат и другие. Другой материал, в частности, жидкостный материал, это патологические выпады, астетические, плевральные или перикордиальные жидкости, но, естественно, также и ликвар. Кроме просмотра рутинного, в ряде случаев цитологический материал может быть использован для проведения иммуноцитихимического исследования. Он может быть использован для приготовления цитоблоков, может быть использован для применения исследования на проточной цитофлюрометрии и фиш-исследования. То есть этот материал подходит для этих специальных методов диагностики. Ну а сейчас давайте я расскажу, как я воспринимаю ситуацию и как мы работаем. Значит, злокачественные лимфомы можно подразделить на две группы в плане возможного воспроизведения диагноза при просмотре опухолевого материала на световом микроскопе. Есть группа лимфом, которые мы хорошо видим сразу и понимаем, что мы имеем дело именно с злокачественным лимфопролиферативным заболеванием. К таким лимфомам относится классическая лимфома Ходжкина. Она хорошо диагностируется благодаря наличию диагностических опухолевых клеток и реактивного лимфоцитарного фона. Воспроизводятся хорошо неходжкинские лимфомы высокой степени злокачественности. Это крупноклеточные и баклеточные лимфомы, анапластические, лимфома Бёркета и лимфобластная лимфома из клеток предшественников. Сложности серьезные создают лимфомы вот этой группой, которую сейчас буду называть. Это лимфомы, в первую очередь, индолентные и баклеточные, которые состоят из мелких клеток, очень похожих на нормальные или реактивные клетки лимфатического узла. Лимфомы Ходжкина – нодулярный тип лимфоидного преобладания, а также периферические – это клеточные лимфомы. Они тоже иногда бывают очень сложные для цитологической интерпретации. Давайте посмотрим, как выглядит цитологический материал у нас при обычном просмотре, рутинном. Вот перед вами классическая лимфома Ходжкина со всеми классическими ее особенностями в цитологическом материале. Мы видим яркие крупные опухолевые клетки, двуядерные и многоядерные клетки Штермерга с крупными ядрышками выступающими. Клетки располагаются на реактивном лимфоцитарном фоне, который включает, вот с правой стороны сверху мы видим большое количество единофилов, кроме лимфоцитов, ну и другие клеточные элементы реактивного лимфатического узла, неопухолевые компоненты. Следующая группа – это Б-клеточные, крупноклеточные лимфомы. Это группа большая, неоднородная, но она отличается наличием довольно выразительных, крупных и типичных лимфоидных клеток, которые имеют сходство с центробластами, иммунобластами. Иногда они имеют какие-то свои собственные причудливые морфологические черты, но они явно отличаются от нормальных реактивных лимфоидных клеток. Ну вот с левой стороны – это лимфома, которая состоит преимущественно из клеток типа центробластов, а справа – иммунобластная лимфома. Далее мы можем хорошо понимать и видеть анапластические лимфомы. Ну, чаще всего это т-клеточные лимфомы, анапластические. Они характеризуются очень крупными опухолевыми клетками, которые имеют во многих случаях характерные морфологические черты, характерные именно для этого типа лимфомы, когда клетка имеет эксцентричное, бобовидное или эмбрионоподобное ядро с перинуклеарным просветлением в виде холо. И вот есть еще такие клетки, которые имеют дырку внутри ядра, такие в виде бубликов. Для этой лимфомы характерна широкая цитоплазма, множественные мелкие ядрышки, ну и высокая методическая активность. Далее лимфома Бёркетт. Ну, видим, ее достаточно регулярно у детей и взрослых. Это мономорфная популяция опухолевых клеток среднего размера с высокой методической активностью, с выраженным апоптозом, макрофагами с картиной звездного неба. Ну и сами опухолевые клетки тоже имеют своеобразную цитоплазму с липидными вакуолями и структуру мелкоглыбчатого хроматина. Ну и, наконец, лимфобластные лимфомы из клеток предшественников. Они характеризуются достаточно однородной популяцией, несомненно, злокачественных опухолевых клеток, небольшого или среднего размера. Встречаются варианты, когда мы видим совершенно однотипные, почти штампованные опухолевые клетки. Вот с левой стороны они имеют округлую форму. Мы видим частые метозы, узкую цитоплазму, хроматин довольно сглаженный, и ядрышек здесь мы не видим. С правой же стороны мы видим более полиморфный клеточный состав, когда клетки имеют и мелкие размеры, и более укрупненные, с характерными клетками в виде вот такие каплевидные или грушевидные формы. Мы видим также здесь и мукрофаг. Злокачественная природа, показанная мной сейчас лимфом, она обычно не вызывает вопросов, если это смотрит, конечно, подготовленный цитолог. Единственное, конечно, возникают иногда трудности в дифференциальной диагностике между какими-то из этих видов, подвидов. Ну а теперь мы обратимся к лимфомах, которые более являются проблематичными в распознавании при простом просмотре цитологом опухолевого материала. Это, в первую очередь, я хочу показать индолентные баклеточные лимфомы, которые состоят из клеток небольшого размера и обычно лишены каких-то таких вот атипичных проявлений, за которые можно было бы ухватиться и сказать, что вот мы видим, несомненно, злокачественную опухолевую клетку. Но, тем не менее, в некоторых случаях диагноз может быть все-таки поставлен или высказан в предположительной форме. Например, вот лимфоцитарная лимфома из малых лимфоцитов или то же самое мы наблюдаем при хроническом лимфолиэкозе. Здесь картина представлена мелкими однотипными лимфоидными клетками, были лимфоцитами, как известно, которые составляют подавляющее большинство, более около 80%. К ним примешиваются пролимфоциты, которые ничем не отличаются от обычных пролимфоцитов, и встречаются бласт-трансформированные клетки, параиммунобласты. Вот три вида клеток, плюс знание клинического течения заболевания у данного пациента, наличие там у печени селезенки лимфоцитоз, позволяет с высокой долей вероятности высказать предположение о наличии лимфомы именно этого типа. Далее мальт-лимфома желудка. Ну, это все, в общем-то, известные лимфомы. Но она для цитолога очень трудна и практически невозможно ее, так сказать, точно диагностировать. То есть какие-то четкие аргументы в пользу того, что мы видим стопроцентную лимфому, здесь высказать не представляется возможным. Потому что клетки, которые здесь формируют эту опухоль, они имеют совершенно такой вид зрелого. Зрелый вид – это мелкие, похожие на реактивные центроциты или центробласты, моноциты, плазматические клетки. То есть вот такой разнообразный клеточный состав. Более того, при цитологическом исследовании мы не видим признаков лимфоэпитериального повреждения, которые видят гистологи. И поэтому данная лимфома интерпретирована однозначно быть не может совершенно. Только учитывая большую массу лимфоидного компонента, который может быть получен при биопсии, позволяет только высказать предположение о этом виде лимфоми. Далее. Фолликулярная лимфома – это одна из частых лимфом индолентных. Она состоит из клеток двух типов – центроцитов и центробластов. Причем в бета-лимфоме признаки клеточной атипи тоже отсутствуют. Клетки, в принципе, они абсолютно такие же, как и клетки реактивного лимфатического узла. И здесь дифференциальная диагностика должна проводиться очень скрупулезно. Нужно знать возраст и характер поражения лимфатических узлов, посмотреть на наличие метозов, которые не характерны для фолликулярной лимфомы, для обычной отсутствия фагоцитирующих макрофагов. Все это говорит в пользу именно реактивного гиперпластического процесса. Но, тем не менее, окончательное заключение здесь однозначно быть не может быть выставлено цитологом. Это должно быть описание с подозрением именно на этот процесс. Следующий вид лимфомы – это лимфома из клеток мантии. Это тоже лимфома, состоящая из клеток небольшого размера. Она имеет очень агрессивное течение. То есть это самое агрессивное из индолентных лимфомбоклеточных. Вот она имеет такие клетки. Среди них встречается и блостоидный вариант. Она трудна. И обосновать ее на световом уровне, что именно мы видим ту самую лимфому, невозможно. Можно высказать только предположения. Вот, например, с правой стороны вот наиболее крупный слайд я показываю. Это пациентка, которая пришла на обследование. У нее были множественные лимфоузлы в области шеи и в области щитовидной железы. И вот мы справа видим пункцию узла, который у нас в поликлинике выполнили. Думали, что это рак щитовидной железы с метастазами в лимфатические узлы шеи. Оказалось, что это лимфома. Здесь цитологически было сделано заключение, что это лимфома. Оказалось, уже потом гистологически исследовали эти узлы. Оказалось, что это лимфома из клеток мантии. У нее были множественные поражения, но, в общем-то, ее пролечили. И остался единственный узел в области щитовидной железы. И вот его пропунктировали. Оказалось, что у нее еще имеется рак щитовидной железы. То есть функционная биопсия лимфатических узлов во многом оправдана в ряде случаев. Во многих, во всяком случае, в данной ситуации она сразу помогла установить и лимфому, и рак. Так, ну вот последний из тех лимфом, которые нам бывает трудно, это очень редкий вариант лимфомы Ходжкина. Нодулярный тип лимфоидного преобладания. Я его показываю, потому что он встречается редко. Цитологи его редко очень видят. Может быть, даже никогда и не видели. Диагностические опухолевые клетки при этом типе лимфомы, они отличаются от классических клеток Ходжкина. Это клетки, имеющие такое название или попкорны, лимфоцитарно-гистецитарные клетки с перекрученными дольщитыми ядрами. Это своеобразная лимфома, но она, в общем-то, интересна, поэтому я вам ее демонстрирую. Такую лимфому точно цитолог диагностировать не может. Он может только высказать подозрение. Наречие лимфоцитарно-гистецитарных и типичных клеток дает основания только заподозрить этот процесс. Я рассказывала о тех цитологических картинах, которые мы видим при исследовании функционного материала отпечатков лимфатических узлов. Нужно сказать, что все-таки, несмотря на такие довольно-таки негативные рекомендации не использовать цитологический материал при исследовании лимфатических узлов, все-таки эти исследования проводятся. И они проводятся обоснованно, когда в тех случаях, когда не только просто трудно получить материал, а когда просто это необходимо по клиническим показаниям, по клинической ситуации. Обычно это исследование проводится все-таки у детей чаще всего, у взрослых. Такие исследования мы наблюдаем очень редко. В основном это дети. И мы, в общем, стараемся, как можно, так сказать, откликаемся и как можно быстрее посмотрим этот материал. И, в общем-то, стараемся в течение одного дня удовлетворить наших клиницистов и оценить процесс. Ну и еще в заключение я хочу показать другой материал. Это уже не лимфатические узлы, это патологические жидкости, которые мы исследуем. Вот это астетическая жидкость пациентки, которая пришла в конце декабря прошлого года. При первичном обследовании клиническом у нее были обнаружены образования в области поджелудочной железы, у нее был канцерматоз и большой асцит. Этот асцит эвакуировали, и при просмотре цитологического материала мы увидели картину лимфомы. Но для того, чтобы, поскольку у нее состояние было довольно тяжелое, и она вообще еще была амбулаторная, мы постарались использовать тот клеточный материал, который эвакуировали, чтобы выполнить иммуноцитохимические исследования. Сразу мы приготовили препараты на цитоспине, а часть материала мы приготовили цитоблоки. Цитоблоки, естественно, они изготавливались в более длительное время, а по изначальному этапу иммуноцитохимического исследования мы поставили сразу CD5, CD20, панцетокератин, и увидели, что действительно это лимфомы, CD45 и CD20 были положительные. А при исследовании материала уже на цитоблоке получили положительный BCL2, и КИ-67 был тоже очень высокий, CD5 и негативный. Мы этот материал смотрели совместно с Анной Сергеевной, и, в общем, диагноз был поставлен совместно. Заключение было такое, что это баклеточная лимфома высокой степени злокачественности. Следующий случай патологической жидкости – это детский случай. Ребенку было 3 года, у него было образование в области средостения и патологический выпад в плевральной жидкости, который эвакуировали. И при цитологическом исследовании мы увидели вот сверху слева это цитологический препарат опухолевой лимфоблазды. Из этого материала был приготовлен цитоблок. Вот с правой стороны мы видим наверху, это просто как выглядит цитоблок. И поставлены были маркеры, то есть вот CD3-позитивный, то есть мы увидим здесь т-клеточную лимфобластную лимфому. Последний случай, который я хочу вам показать, это взрослый случай, это цитологическая диагностика имплант-ассоцированной анапластической крупноклеточной лимфомы. То есть в последнее время мы знаем, что вот импланты, они как бы очень широко сейчас используются, и в некоторых случаях мы... У нас есть несколько наблюдений, когда мы обнаруживали в выпаде, который формировался вокруг капсулы импланта, опухолевый процесс. Вот с левой стороны это один случай недавно, и с правой стороны другой. Просто они сделаны под разным увеличением, но мы видим достаточно убедительные черты атипичных лимфоидных клеток, полиморзных. Здесь тоже был сделан цитоблок. Вот этот вот слайд, просто я хотела показать, как это выглядит на гемотоксилине, просто без всяких там дополнительных маркеров, как вот это выглядит. И мы провели и цитохимические исследования и на мазках, и на цитоблоке. Результат был такой, что CD45 позитивно, CD30 позитивно, CD4 уже фокально позитивно, а ИЛК негативно. То есть сделали заключение, что имеется именно та самая лимфома, о которой мы и предполагали. Вот таким образом мы сейчас имеем возможность работать и использовать дополнительные методы исследования, которые достаточно убедительны для постановки злокачественного процесса злокачественных лимфом. Я думаю, что цитологический метод имеет достаточно хорошие возможности диагностики лимфом в определенном ключе и игнорировать его возможности, наверное, нецелесообразно. Ну все, спасибо.